друзья всем привет вы снова на канале джим мы продолжаем ремонт нашей квартире здесь уже финишная прямая вырисовывается в прошлом видео мы наносили декоративную штукатурку который называется шелк от радуга декор ну а это видео у нас по нанесению штукатурки которая называется песок также от радуга декор ну и как вы видите стена уже выкрашена этот этап мы вам уже показали прошлом видео на два слоя выкрашена стена поэтому цвет такой очень насыщенный будет внимание как все ровно идеально просто просто идеале и и и не могло получиться ну и конечно мы вновь приглашаем нашего специалиста по нанесению декоративной штукатурки приглашаем вадима так всем привет сегодня у нас наносится песок немного другой материал но по нанесению принципе тоже достаточно легкий итак производитель тот же но текстура совсем другая это песок в чем отличие от шелка ну кроме названия понятно песочек более грубое покрытие в нем присутствует кварцевый наполнитель поэтому называется песок вот нанесение немного отличается но она все же тоже достаточно простое что любой человек не спида сможет сделать для нанесения нам понадобится две кисточки какая-то крутая специально она она более удобно для формирования рисунка потому что у нее отсутствует кисточка плюс она дороже и сама декоративно до декоративно а декоративно за эти дороги перемешиваем материал банки водой также мы не разбавляем как и шелк увидим да это тоже материал цвет основания основанием цвет материала очень нарядный да и вот у него такой насыщенный прям перламутр но там внутри песок там где песок да сейчас мы его увидим в принципе в нем вся суть и есть так показывай где песок на стене на стене все ладно также сверху вниз начинаем начинаем сверху вниз две кисточки для чего одной кисточкой мы наносим материал 2 кисточка у нас остается сухой для формирования рисунка ем пока отложим но она нам понадобится не сразу спустя какое-то время то есть у нас уже стена окрашена примыкание с сплинтусом потолочным цвет выкрашена мы берем просто макаем материал то есть он должен быть перемешан обязательно потому что наполнитель оседает а почему не валиком густой нет сейчас я покажу суть нанесения такая что мы кисточкой наносим хаотично разносим материал по плоскости то есть нам не надо у нас не стоит задача его максимально равномерно нанести в отличие от шелка в отличие от шелка да то есть у нас наоборот задача расформировать его такими крестовразными движениями и но тем не менее стопроцентное перекрытие должно однозначно то есть первом утра должен перекрывать везде матовая поверхность все то есть первые два три мазка кисточки мы наносим хаотично их маленько разгоняем сейчас я чуть пониже спущусь материал надо чтоб маленько подсох буквально минутах 58 чтобы он маленько схватился и далее мы начинаем формировать рисунок обязательно укрывайте пол сто процентов не хотите потом кусочки краски штукатурки отмывать особенно если у вас пол какой-то текстурный не идеально гладкий ровный не камень не керамограни то укрывайте пол взять то есть наша задача нанесим материал хаотичными крестообразными движениями за счет чего песок изначально мы накладываем в таком направлении это я повторюсь классическое нанесение у нас кто-то формирует рисунок песка вертикальными полосами горизонтальными полосами вадима у нас тут от прилип от кисточки волосочек на мощь лучше сейчас сразу убрать а потом что сразу за убирать мы берем также как и с покраской ну вот такой участок мы нанесем но если с валиком есть у нас на вариант скотчем его обмотать малярным и убрать лишний ворс кисточкой можно так поворовать но это немного лезут немного лезут как он аккуратно набита рука вот видно да песочек у нас начинает появляться чуть чуть сейчас стена маленько подсохнет еще минуток пять маленько первомутров сосется стену лишнего влага выйдет и мы кисточкой начинаем песочек это формировать создавать рисунок но здесь уже посложнее конечно тут если там я попробовал тут я не знаю даже часы тут попробую что же да коротко не давай давайте попробуем сейчас и даешь сверху начну из покажу я попробовал так сухой кисточкой также начинают крестообразными движениями разнонаправленно да с одной стороны и разнонаправленной с другой стороны все равно мы как-то стараемся его рисунок раздогнать под нужный нам визуал у погони ка сейчас сейчас она сыпется да сейчас она сыпется то есть вот тут видно да вот я такой сгусток получился больше моего прям вот так вот вгоняем во внутрь текстуям до его сгоняем от песок но по большому счету это реально какой-то состав с первом утром со связующими и действительно с песком до настоящим я просто вот слышу как он сыпется на пол когда эти движения все происходят так кирилл предлагаю внести свою работу о это я это я всегда так в общем кисточку держим легко напряжу на там как зал новенькая вот так серии и берем и формируем крестом разгоняем песочек так до маленько по поменьше усилий прилагает потому что видишь сильно свежим вот так вот так вот так вот вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот сюда тут сильно если надо лишь можно вообще стесать но я говорю то есть тут есть у каждого свое вот так вот так нормально переделаешь на желание можно вообще его взять напугать в одну линию кто-то даже создает вертикальный рисунок до 8 и прям вниз его так гоним но маленько подольше на времени кто убивать то есть лишь обрем податливый прям именно под тебя как тебе это ты какой-то туже ручеек такой рисунок получается прикольно вот тут я гладенько прям сделал если где-то подчесал мы это под нанесем немного то есть она даже допускает какую-то коррекцию да она как пришел выпускает локальное вмешательство там случае какое-то повреждение по стене можно потом подделать ну вот друзья готовый итоговый результат отделки стен и до смотрится это на самом деле круто во-первых никаких швов как вы понимаете как с обоями это вот эти самые плюсы декоративной штукатурки а во-вторых нигде здесь не повторяется рисунок ну то есть как с обоями обычно смотришь нашел какую-то вот эту завихрушку и через полоску через две возможно лучше опять она лучше опять она ну и скучновато но здесь же полностью уникальный рисунок который вручную человеком нанесен это у нас коридор смотреться он стал просто шикарно ну и тут еще есть в свете дело да как свет заиграл вот этот у нас тут такой интересный светильник хоб видите штукатурка уже сразу же начинает по-другому отсвечивать потому что она рельефная и сразу же восприятие меня вот так свет падает оттуда мы видим одну картину цвет падает отсюда в другую сторону мы видим другую картину более того мы используем вот такие еще декоративные специальные светильники о ну красота сейчас чуть-чуть приглушим свет вот так а если еще вот это приглушить ну вообще просто класс вот эти светильники они не просто дают свет они дают действительно световую картинку ведь как здесь три штуки вниз три штуки вверх но и мы не в одном единственном месте используем такие светильники у нас еще есть парочка спальня тоже специальных на моем покажем уже в готовом итоговом варианте пойдемте на кухню там же тоже у нас готова штукатурка она такая же по своей фактуре это песок но она отличается по цвету а вот и кухня и здесь цвет более темный такой более насыщенный но эта стена у нас прямо напротив окна поэтому она всегда достаточно освещена она не выглядит какой-то прям сильно темной и очень красивый цвет стоит признать получился еще с этими перламутровыми отливами штукатурки но смотрится на самом деле круто я думал будет чуть попроще при учете что это недорогая штукатурка и эта штукатурка радуга декор напоминаю для самостоятельного нанесения для того чтобы вы вот это все то что показал вадим могли нанести самостоятельно в таком случае это крайне доступное декоративное покрытие так что мы рекомендуем также рекомендуем обязательно на канал на наш подписаться и рекомендуем все серии посмотреть если вдруг вы только на эту попали можете прям самого начала плейлиста и до самого конца в общем спасибо что были с нами не забывайте если ремонт тот же